Из бассейна на стадион, а затем на пьедестал. Накануне у представителей современного пятиборья была весьма насыщенный день. Между собой они соперничали на областном первенстве, которым подведена черта под сезоном. Каким он был и с кем связаны возрождающие надежды на медали в этом виде спорта. Об этом Роман Четыреков. В этой девушке, на первый взгляд, трудно распознать ведущую на сегодня спортсменку. Ирина Сухинская из 14 лет половину жизни уже отдала пятиборью. Хотя в силу возраста она выступает сейчас по трем видам – плавание, стрельба и бег. Два последних года результаты кировчанки резко пошли в гору. Так, на недавно прошедшем первенстве России Сухинская заметно приблизила себя к призовой тройке. А в конце апреля пятиборка впервые съездила в Испанию на международный турнир. Заслуженным итогом спортивного роста Сухинской стало зачисление в состав юношеской национальной команды. Ранг сборника обязывает ее быть готовой к любому вызову. Если такой поступит, то Ирина твердо настроена закрепиться на хорошем счету у российских тренеров. Войти в тройку в составе сборной России и подтянуть стрельбу и фехтование больше всего. Этот год в плане развития областного пятиборья можно считать переломным. В профильном отделении в Олимпийском резко подскочило число занимающихся. Постепенно укрепляются ряды тренеров-преподавателей, совершенствуется сама система подготовки пятиборцев. Как следствие, кировские ребята в текущем сезоне на отдельных стартах стали теснить конкурентов на пьедестале. Пока, правда, в трехборье, ведь по правилам фехтование приходит в 15 лет, с 18 оставшийся вид пятиборья – конкур. Развиваем полными темпами, на самом деле. С этого года у нас даже появился уже и конкур, появился, да, то есть мы заключили контракт с частной конюшней и занимаемся уже на лошадях. То есть со следующего года, я думаю, что мы уже даже будем пробовать и конкур, и фехтование, то есть полное пятиборье, что до недавнего времени не было в нашей области. На заключительном областном первенстве разыгрывалось несколько комплектов наград. Окончательное подведение итогов сезона у пятиборцев с распределением позиций в рейтинге пройдет на следующей неделе. Впереди летний отдых, совмещенный с тренировками, после чего наставники, возможно, прикинут, как сделать так, чтобы новый сезон стал успешнее предыдущего. Роман Четвериков, Сергей Щекин, Вести Киров.